Девушки отдыхают «Ничего не надо, я совершенно беззаботен и счастлив». Тогда царь подумал, ну я ему сейчас устрою. И сдал указ о том, что в этой стране запрещается чинить какие бы то ни было вещи. Если вещь сломалась, ее либо нужно выбрасывать, либо покупать новую, либо чинить самому. Отдавать в починку вещь ни в коем случае нельзя. И, соответственно, выходит наш будильщик на работу, искать кому что нужно починить, и не может найти себе заработка, потому что запрещено чинить вещи в этой стране. Ну, будильщик не умыл, решил не умылать, и видит человек, такой один вполне богатый, богатый, уважаемый человек, колет дрова. Он говорит, ты такой уважаемый, богатый человек, зачем ты сам колешь дрова? Давай я тебе наколю. Он говорит, вам, пожалуйста, давай, я очень радостно заплачу тебе несколько монет, монет, ты мне наколешь дрова. И будильщик наколол дрова, заработал несколько монет, купил себе вина, купил себе еды, и наигрывал на скрипочке, и все было прекрасно. Царь опять увидел, что он сидит и счастлив и беззаботен. Царь думает, хорошо, я запрещаю, чтобы кто бы то ни было колол дрова другим людям. Человек обязан колоть дрова сам. И выходит, в следующий раз, к этому богачу, богачу, поэтому я не могу, царский приказ, больше не можем нанимать людей колоть дрова. Тогда он увидел другого богача, который чистил конюшни. Он говорит, как это ты, такой богатый, уважаемый человек, чистишь конюшни? Давай я тебе почищу конюшни. Заработал несколько монет, купил себе еды, вина, устроил трапезу. Царь опять был раздосадован. Он говорит, тогда я запрещу вообще какой бы то ни было наемный труд в этой стране. Нельзя наниматься никуда, кроме как царю на службу. И наш лудильщик, ему ничего не оставалось, как пойти наняться в солдаты. Он нанялся в солдаты на такую подемную оплату. Ему платили, как сейчас по контракту, в армию по контракту он пошел. Ему платили каждый день жалования. Он покупал на эти несколько монет жалования еды, питья, играл на скрипочке, был счастлив совершенно, что царю, естественно, не нравилось. Тогда царь приказал своим офицерам не выплачивать им жалования, а выплачивать жалования только сразу за месяц. Потом. И тут наш лудильщик оказался без средств для того, чтобы купить на этот вечер себе вина и еды. И он тогда сделал такую хитрость. Он взял свой меч, который ему полагался, как солдату, отделил клинок от меча и пошел в ломбард, его заложил. А вместо того, чтобы не заметили прохожих, он взял деревянный, изготовил деревянный меч и приделал его к рукоятке. Заработал в ломбарде несколько монет, купил себе еды, питья, снова ест, радуется, беззаботен. Тогда царь говорит, ну сейчас я его испытаю по-настоящему. Говорит, вот у нас есть тот человек, которого приговорили к смертной казни, сейчас я повелю, чтобы этот наш лудильщик, который был солдатом, привел этот приказ в исполнение. И тогда лудильщик, которому повелели казнить человека, он говорит, нет, я знаете, я не могу, я не уверен, что этот человек у меня не виновен, я вообще не могу заниматься кровопролитием, это совершенно для меня невозможно, никак. И ему говорят, нет, значит, ты обязан, этот человек приговорил к смертной, ты должен. Тогда лудильщик поднял свой меч и сказал, обращаясь к Богу, Господи, если этот человек не виновен, пусть мой железный меч превратится в деревянный. И в этот момент все увидели, что меч у него деревянный, и казненого отпустили. А царь со всеми прикорными размеялся и сказал, ну что же мы будем делать с этим лудильщиком, все равно он более беззаботен и счастлив, чем я. И вот такую историю рассказывает Робин Ахман, я думаю, что это немножко говорит нам о той атмосфере, которую нам бы хотелось иметь здесь сегодня. Немножко еды, немножко питья, игра на скрипочке, радость, беззаботная радость. Enjoy! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok